Продолжение следует... В 308-м, в 508-м, в 5008-м, в партнёре, в Ситроэне C4, в Ситроэне Берлинга. Даже полуспортивная машинка есть от Peugeot, и в ней такая же шаровая опора, соответственно и проблемы у них те же самые. Шаровая примерно к 50 тысячам начинает капризничать, ну и к 100 погибает. Видео в интернете таких много, можете посмотреть, я не вру. Интересная шаровая у них, по сравнению, допустим, с японцами, теми же самыми, которых я когда-то любил. Шаровая опора отдельно, она вкручивается в ступицу. Вверх ногами стоит, то есть шар сверху. Получается, если в Mitsubishi шаровая стоит пальцем вверх, шаром вниз, то в Peugeot наоборот, шар сверху. И, видимо, этим вызвана и сама проблема с шаровыми, потому что со временем смазка спадает вниз в чехол, и шаровая работает на сухую. Соответственно, изнашивается больше, начинает стучать, и потом выходит из строя совсем. Ну, конечно, можно было бы придумать, как сделать сюда товотницу, но зачем буржуям этим заниматься? Им гораздо проще загнать вас в сервис, чтобы вы поменяли лишний раз отдали им денег. Собственно, о деньгах. Замена в сервисе официальном, если у вас машина на гарантии, будет стоить 3600 примерно. Если машина уже снята с гарантии, там у них есть скидка 30%, тогда будет где-то 2700-2600. Сама шаровая, которую я поставлю, она немецкая, Febi. Сейчас, на данный момент, я посмотрел, стоит она 560 рублей. Оригинальная, пижовская, пыжиковская, стоит сейчас где-то 750 рублей. Ну, соответственно, от полутора до трех тысяч вы можете сэкономить, сделав это сами. Конечно, мороки много. В интернете много видео о том, как это делать, и вы спросите, нафига нам еще одно видео-то? Дело в том, что все, что я видел, это видео с полной разборкой подвески, когда снимают ступицу, отсоединяют шрус. Ну, то есть, тормоза, все-все-все. И потом уже на открытой ступице, которая в руках, грубо говоря, откручивают шаровую, закручивают новую, и все, собирают снова. Но зачем вам все это делать, если можно просто снять отдельно шаровую и поставить новую, не трогая при этом ни тормоза, ни шрус, ничего вообще. Только шаровое вот это крепление и нижнее крепление, соответственно. Конечно, там придется немножко исхитриться и как-то так вот помутить, так скажем. Но в итоге вы получите достойный результат. Смотрите сами, стоит ли играть свеч, потому что придется покупать инструмент, либо искать его где-то. Вот, к примеру, головка на 41. Очень капризная вещь. Ну, вот, собственно, давайте пойду переоденусь и начнем. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Снизу надо открутить гайку. Это достаточно легко сделать. И выбить молотком вот этот рычаг с шаровой опоры. И если открутить нижнюю гайку шаровой достаточно легко, ключ на 22, снять шаровую из рычага тоже можно просто. Просто ломиком вот так поддеть. Она достаточно легко снимается. То открутить саму шаровую очень сложно. Это целый квест. Раньше говорили, с этим соединением придется поебаться. Теперь можно нормально сказать. Целый квест. Приходится обзавестись вот такой головкой. Она постоянно слетает, потому что грани очень маленькие. Равны практически не до резу к самой головке. Вот эта часть шаровой в одном месте контрится. Также с боков вот здесь вот я сбил ее, чтобы точно не мешалось. Еще полчаса долбежки зубилом. После чего можно переходить к откручиванию. Когда мы снимаем рычаг, сама ступица получает степень свободы. Начинает болтаться. В конце концов, может вылететь шрус, но это ничего страшного. Он крепится стопорным кольцом. В принципе, его достаточно будет просто защелкнуть на место. Масло не вытекает. Для того, чтобы убрать эту степень свободы, мне пришлось соорудить вот такую конструкцию. В противном случае просто, когда начинаешь откручивать, начинает выворачивать ступицу. Если бы я соорудил эту конструкцию заранее, не надеясь на чудо, то шрус не вылетел бы. И работы было бы поменьше. Сейчас вот общими усилиями удалось тронуть ее. Если головку не подонкрачивать, она просто слетает и потихоньку стирает грани. У шаровой впоследствии будет очень сложно ее открутить. Вот про что я говорил. Вначале вся смазка ушла вниз. Шарова не сильно корродировала, но работала, похоже, с минимумом смазки. Вот видны те места, которые надо отбить, чтобы она лучше откручивалась. Видно место, в которое я долбил. Видно место, куда я прикладывал силу зубилом. Шаровая марки TRW. Поэтому официалы рекомендуют TRW, видимо, потому что он поставляет им запчасти на завод. Еще забыл сказать, что пришлось подпилить вот эту головку, потому что она частично упиралась в диск. Вот видно след от диска тормозного. Чтобы она села четко на шаровую опору, пришлось подточить ее. Но это доступно любому. Обратите внимание, с какой стороны стоит рычаг. Весь ремонт он так стоял, потому что если он будет стоять с этой стороны, ступица просто будет уходить вперед. И фиг удастся открутить шаровую опору. Не забывайте после того, как установили новый шаровый опор, законтрить и поставить пыльник. Особенно пыльник, я его всегда забываю. Вроде бы такая копеечная деталь, как пыльник. После таких трудов, во время откручивания шаровой опоры. Но, тем не менее, не надо забывать ее ставить. Перед тем, как зафиксировать рычаг в шаровой опоре, ну, если у вас действительно так же, как у меня, вылетел шрус, надо попасть в шлицы и протолкнуть его туда, какой-нибудь оправкой, аккуратно не повредив при этом чехол. Окончательно защелкнуть его можно будет, когда ступица будет на месте уже. В прошлый раз, когда я менял шаровой опору, я почему-то не додумался до такой конструкции, и очень долго пытался совместить рычаг с опорой. Постоянно ступица убегала. Сейчас, используя то же самое, только в обратной последовательности, я зафиксировал в поперечном направлении ступицы, поднимая данкратом. Это надо делать аккуратно, если будете так же делать, потому что диск крутится, может провернуться и будет хана. Поднимая данкратом, я совместил отверстие в рычаге с самой шаровой, и она легко зашла. В общем, остается затянуть, защелкнуть шрус, и можно ставить колесо на место.